Добрый день, меня зовут Бугамасов Евгений и сегодня я предоставлю вам информацию о состоянии BGP Security на текущий момент. Доклад будет разделен на две части. В первой части мы посмотрим на то, как на данный момент перенаправляется трафик. Во второй мы посмотрим, так ли все плохо на всех тех графиках, которые рисуются о состоянии плохих маршрутов. Но начнем сначала. На самом деле мы действительно будем рассматривать перенаправление трафика, но возможно немного не те, которые вы ожидаете. То есть сегодня мы не будем говорить о политике совсем, потому что там в принципе все понятно и это лучше все-таки оставить на потомках, когда будут готовы модели и можно будет проводить какие-то определенные исследования. Но сегодня мы поговорим о BGP-шных хайджаках. И в принципе уже было и даже на Еноке довольно большое количество докладов на эту тему. Почему мы хотим снова в нее влезть? Проблема в том, что за последние полгода мы видели несколько атак, которые начали наконец-то использовать довольно-таки сложные виды этих хайджаков и которые с нашей стороны довольно-таки тяжело мониторить. И для нас это представляет интерес. И мы покажем, почему эти атаки действительно сложны и в чем может быть профит для атакующего. Почему нельзя использовать простые. Также мы поговорим о том, как обнаруживать атакующего в этих случаях и является ли предложение Райпа, что мы должны наказывать атакующим более-менее обоснованным и смогут ли они это сделать. И также посмотрим на то, как мы можем все это предотвращать, митигировать и так далее. Но начнем с немного уже ставшим стандартным примером. Даже предыдущая презентация на него ссылалась. Это атака в апреле прошлого года на криптокошелек. И новость ее освещали с точки зрения, что да, у нас есть биджи-пишная атака. Клево. Есть эта атака на DNS сервера впервые. Но на самом деле за последний год мы уже видели несколько таких примеров. И даже в блоге Апника на предыдущей неделе был еще один пример атаки такого типа. И даже этот криптокошелек, не совсем криптокошелек, но юзеры потеряли довольно-таки большие деньги на этом. И да, наверное, надо рассматривать этот вектор более серьезно. Но наша точка зрения немного отличается. Эта атака очень легко мониторилась. Она была видна в момент ее проведения, даже до того, как люди начали терять деньги. И тем более они использовали самоподписанные сертификаты. То есть по-хорошему юзеры, которые должны использовать криптокошельки, должны были насторожиться, что им выдается определенное сообщение в браузере и не переходить по этим ссылкам. Но они перешли. Естественно, у нас возникает вопрос, а можно ли сделать эту атаку более удачной? Точнее, могут ли атакующие сделать эту атаку более удачной? И что для этого можно сделать? И могут ли они атаковать гораздо большее количество пользователей? И, к сожалению, ответ на оба этих вопросов — да, они могут. Вы можете подписать себе сертификат на любой ресурс, который вам нужен. И с этим докладом выступал Тёма Ковриченков на последнем на ноги. И вы можете посмотреть его, если вам интересно. Но мы поговорим о том, как можно сделать атаки на раутинг гораздо более эффективными и утаскивать гораздо больше объем трафика. Но начнем с азов. Вас, наверное, уже за последние два дня замучили описанием того, что такое BGP и как он используется. Поэтому подчеркнем основной момент. В BGP рубашизаторы между собой обмениваются маршрутами, в которых есть префикс и S-Path. S-Path — это все автономки, которые этот маршрут успел посетить. И большая часть мониторинга основана на анализе вот этого маршрута. Проблема в том, что он абсолютно не секьюрный. И любой хоп может изменить в нем все, что угодно. И он может заменить даже префикс. И изначально мы рассматривали в рамках перенаправления трафика только ошибки конфигурации. Потому что их 95-99%, как уже приводилось. И в принципе, если мы защитим от ошибок самих себя, то уже будет хорошо. А атакующих не смотрят на BGP. По крайней мере, раньше не смотрели. Также мы можем посмотреть на маршруты, которые явно были скрафчены или явно сделаны атакующими, и попытаться их альтфильтровать. Но зачем атакующим перенаправлять трафик? Ну, помимо банального блэкхоллинга, просмотра, менеджмента и всего остального. Если вы транзитный оператор и уже имеете часть трафика от своих клиентов, вам может не понравиться ситуация, что ваш клиент мультихомт, и часть трафика получает от вашего конкурента. И поэтому, если вы перенаправите весь трафик через себя, то вы сможете получить оставшуюся часть денег. Потому что чем больше трафика, тем больше денег, который вам заплатят. И этот вид атаки может использоваться для недобросовестной конкуренции в этой области. Но опять же, в чем проблема с преднаправлением трафика? У вас есть адресное пространство, вы его объявляете в интернет. Есть другой оператор, который тоже может объявить все, что угодно. И он может сказать, что либо ваше адресное пространство, либо его часть принадлежит ему. Перенаправляйте трафик на него. Возникает вопрос, кому доверять и кому слать трафик. В рамках BGP эта проблема решается довольно-таки просто. Во-первых, на уровне форвардинга вы будете посылать маршрут ровно на тот next hop, которому принадлежит. Если у вас есть несколько маршрутов с различной длиной префикса, покрывающей один и тот же IP-адрес, вы пошлете свой трафик на направление, которое отвечает наиболее длинному маршруту, наиболее длинному префиксу. Если длина префикса одинаковая, например, вы оба анонсируете префиксы одной длины, то тогда будет вступать в игру несколько правил. Первое – это то, что так как ваши костмеры платят вам деньги, то вы будете предпочитать принаправлять трафик им напрямую, через пиринг или провайдера. И в случае, если у вас оба маршрута пришли через костмер флиппровайдеров, вы будете сравнивать их длину. То есть наиближайший маршрут выиграет. Итого, в принципе, нам уже порядка 10 лет известно 5 видов перенаправления трафика. И в принципе они все даже более-менее понятны. То есть вы можете попытаться украсть трафик напрямую, то есть проанонсировав либо само адресное пространство, либо его под часть. Если вы анонсируете под часть этого адресного пространства, то вы получаете весь трафик с него. Если анонсируете полностью, то вступает в роль предыдущий пункт, и различные маршруты сравниваются на то, какой из них является наилучшим. Либо вы можете сказать, что нет, мы не хотим, чтобы нас замониторили. Либо мы не хотим, чтобы нас отфильтровали. Поэтому давайте мы добавим в айспас дополнительный номер автономки в самое начало. И тогда мы обойдем и мониторинг, и различные фильтры. И последний тип атаки рассмотрим даже чуть более подробно. Что можно сделать? Можно взять валидный маршрут. Из него вытащить префикс айспас. Префикс разбить на две части. И проанонсировать вот эту половинку с тем айспасом, которое было у валидного маршрута. И тем самым вы можете получить весь трафик на себя. Почему? Во-первых, потому что у вас есть валидный айспас. И если есть проверка ровная айспас, она пройдет. Во-вторых, у вас есть лонгий спрефикс матч. То есть так как вы анонсируете более специфичный маршрут, то он притягивает на себя весь трафик в интернете. И последнее. Из-за того, что вы анонсируете валидный айспас, у вас некоторые операторы не перенаправляют на вас трафик. И тем самым, если вы сделаете все правильно, вы можете даже просмотренный трафик вернуть тому, кому он действительно принадлежит. То есть весь трафик пройдет ровно через вас. Но при этом атакующая сторона об этом даже не догадается, потому что по всем метрикам у них будет все хорошо. Итого, если вы анонсируете ровно префикс одинаковой длины, то вступает в роль ваша связность. У кого лучше связность, тот и выигрывает. Потому что чем меньше длина айспаса, тем лучше. Но это все не очень. Поэтому и на самом деле к этой ситуации мы еще вернемся. Но что вы можете сделать уже сейчас? На самом деле есть три стадии в любой сфере. Это предотвращение самой проблемы, попытка нахождения этой проблемы и попытаться ее разрешить, когда вы ее уже обнаружили. И в рамках первого пункта вы можете сказать другим операторам, а какое адресное пространство уже вам принадлежит, какие операторы к вам подключены напрямую и все прочее. Зачем это сделать? Для того, что если они настроят фильтры, то они настроят их правильно, и тем самым они отфильтруют плохих операторов, плохие маршруты и тому подобное. То есть если оператор будет фильтровать, то он сможет базироваться на этой информации. Но если опять же в регионе фильтрация настроена довольно-таки плохо, первый пункт, а именно разметка своей информации, вам не особо поможет. Но что можно сделать? В рамках предыдущего доклада уже было сказано про IRR и RAW. Вы можете настроить префиксный white list на свой customer con, и это довольно-таки типичная практика для операторов. И проблема в том, что, во-первых, он базируется на аэссетах, которые нельзя доверять, у них есть ряд проблем. Банально то, что вы можете добавить любую автономку в этот аэссет. И те префиксы, которые получаются, они в какой-то мере составляют обзор вашего customer con, но на самом деле он не полный. Если вам очень нужно, вы можете его подменить. И проблема в том, что вы можете настроить этот white list только на стороне своих либо customers, либо перов. То есть, если вы получили маршрут от IRR1, то вы ему доверитесь. И поэтому вы можете отфильтровать только локальных атакующих. Если вас атакуют из региона, который незащищенный, в котором фильтр не настроен, то он доходит до IRR1, через IRR1 проходит к другому IRR1, доходит до вас, и вы радостно отправляете весь трафик атакующему, где бы он там ни был, если он используется префикс. Это не очень хорошо, поэтому есть дополнительно RAW, который делает проверку не только префикса, но и какой-то части ISPASS, а именно самой первой, которая по идее и принадлежит это адресное пространство. И вы подписываете этот объект ровно для того, чтобы другие не смогли вас проанонсировать. И вопрос, который возникает у различных людей, это какую длину подписывать. Что значит длину? Если вы говорите, что вам принадлежит слэш 22, и вы не можете анонсировать префиксы длиннее слэш 23, то если бы где-то появится префикс слэш 24 с вашим номером автономки, то он будет считаться невалидным. И как уже было сказано, некоторые крупные операторы могут его сбросить. Но с другой стороны есть различные кейсы, которые говорят о том, что на самом деле мы не можем выставить MaxLens, равный длине вашего префикса. Почему? Потому что у вас есть различные операторские обязательства, которые вы должны выполнять. Если, например, в каком-то месте ваш маршрут застрянет, и вы не сможете вернуть трафик из этого региона, то послав сапрефикс на него, вы этот трафик на себя вернете. И в чем еще дополнительная проблема RAW? Во-первых, RAW внедряется, но медленно. Да, подписывайте RAW, но проблема в том, что RAW будет действовать только в тот момент, когда все операторы, которые начинают еще и фильтровать по RAW, будут дропать инвалидные маршруты. Во всех остальных случаях, если они получат меньше local preference и так далее, то это не работает. В случае с RR все хуже, потому что помимо того, что это префиксный вайтлист, все сапрефиксы, которые прононсированы, они считаются также валидными. И есть некоторые люди, которым это не нравится, но у нас нет единой политики того, как строить префиксный фильтр на основании данных от регистраторов. И что более хуже, это то, что даже если кто-то говорит, что если в RAW объекте прописано слаз 16, и вы прононсировали слаз 17, то это плохо, то это один или два человека, а все остальные будут не поддерживать вашу политику. И поэтому даже если это будет принято как стандартным, нам нужно будет какое-то определенное время для того, чтобы оно стало повсеместно распространенным. Итого, если у вас есть проверка префиксы и origin.sn, то вы сможете отфильтровать случайные ошибки. Но понятно, что вы не отфильтруете атаки, которые направлены на обход конкретно этого метода защиты. Если у вас есть префиксный white list, то вроде бы все хорошо. Но проблема в том, что в рамках вашего клиентского конуса любой может атаковать любого, потому что вы не видите никаких дополнительных пометок. Дополнительная проблема в том, что айсеты опять же довольно-таки кривые. И третья проблема это то, что это может быть настроено только на клиентских оперинговых стыках. То есть у нас есть ряд ограничений, которые довольно-таки серьезно лимитируют возможности данного метода. И если вы все-таки настроили правильный max-lens и сказали, что нет, операторские нужды нам не так важны и мы не хотим, чтобы наше адресное пространство атаковалось, то вы можете защититься от любых атак по сапрефиксу. Точнее, как защититься? Если люди настроили соответствующий фильтр, то они смогут отфильтровать данные плохие маршруты. Но, как уже было сказано, exact match для регистрационных объектов не используется почти никем, кроме единиц, которые устраивают это только внутри себя и поэтому это не работает. А equal max-lens у нас есть альтернативные методы. У нас есть, с одной стороны, драфт, который говорит, что мы вообще должны забыть про эту опцию и использовать только max-lens, равные префикс-lens. С другой стороны, буквально вчера предлагали использовать только slash32 и любые сапрефиксы будут считаться валидными. А в случае, если будет атака, то мы уже разберемся. И вот эти две точки зрения, они сейчас находятся в небольшом конфликте между собой. Ну хорошо, давайте перейдем к наиболее интересному, а именно к манипуляциям айспаса. То, что мы начали наконец-то видеть. С одной стороны, зачем это делать? Как уже было сказано, чем короче маршрут, точнее, чем короче айспас, тем этот маршрут более предпочтительный. У нас даже есть один оператор, который не является xp и при этом выкидывает себя из айспаса и считает это за хорошей практикой. То есть это действительно то, что некоторые операторы рассматривают в качестве своей киллер-фичи. И поэтому это действительно важно, и они это используют, хотя это неправильно. Это нарушает многие полиси. С другой стороны, вы можете добавить дополнительные номера автономок у себя в начале пути и тем самым избежать их. И третье, это опять же использовать валидный айспас из других маршрутов и проходить все проверки, которые будут ровно на айспас, какие бы они ни были придуманы. На данном слайде вы видите 4 реальных кейса для того, как этот все манипуляциям могут использоваться. Средние два интересны с точки зрения того, что, во-первых, с одной стороны они, конечно, написаны академиками, но с другой стороны они показывают, как вы можете при помощи данных методологии загрузить определенный линк. То есть, если он не загружен в вашей инфраструктуре, то вы можете направить туда дополнительный трафик. Если он является критическим, то вы можете при помощи данной техники вывести его из строя. И также, как уже было сказано, этот тип манипуляций используется для проведения наиболее сложной саппрефикс-атаки. Когда и реальный кейс, который мы представляем, и который вообще стал поводом для того, чтобы прочитать эту презентацию, это один транзитный провайдер в Бразилии использовал ровную такую методологию, чтобы перенаправить через себя всех клиентов в Бразилию. И то есть для определенных ресурсов он бы стал крит-точкой. И все остальные, то есть любая избыточность, которая там была, она бы нивелировалась. И эта ситуация плоха именно тем, что как только вы делаете такой тип атаки, то вот конкретно этот оператор, хоть он и может получать часть трафика, начинает получать весь, и если он выйдет из строя, то ситуация станет довольно-таки плохая, и вы этот трафик можете потерять. И проблема в том, что типичные фильтры, которые настроены на проверку iSpass, прекращают работать. И нам наиболее из всех них интересна проверка соседа. Казалось бы, это довольно-таки простой фильтр, а именно то, что если вам привезет слайд iSpass, проверьте, что он пришел от вашего нейбора. Но есть даже исключения в виде раут сервера. Но проблема в том, что… Не совсем проблема. Но вся прелесть этой проверки в том, что мы можем использовать данные тип проверки, а именно проверки на нейбора для мониторинга атакующего. Почему? Потому что он должен добавлять номер своей автономки во все пути, которые он анонсирует. И поэтому, если у нас количество пути довольно-таки большое, то он будет во всех светиться. Вне зависимости от того, как сильно он себя подменил. Ну, точнее, как сильно он подменил начал. И появляется возможность его обнаружить. Но прежде чем возвращаться к этому методу, стоит также сказать про методы, основанные на NRPKI. А именно BGP-sec и ASPA. И на слайде представлена таблица с основными за и против обоих подходов. BGP-sec – это специальный стандарт, принятый наконец-то за 10 или 15 лет ETF-ом по защите маршрутов, который подписывает префикс плюс ISPath, плюс NextHop. ASPA проверяет только ISPath. Поэтому ASPA не работает для последнего типа хайджеков. Но при этом она довольно легковесная. И хотя бы для нее есть надежда, что она будет внедрена повсеместно. BGP-sec такой надежды не обладает. Вчера уже было сказано по поводу того, что криптографическая нагрузка такова, что FullView обрабатывается за день и более. И поэтому BGP-sec абсолютно не распространен. Хотя и покрывает все перечисленные виды хайджеков, то есть принаправленный трафик. Но проблема в том, что вчера коллегой было предложено один тип атаки, который даже BGP-sec не покрывает. У ASPA чуть получше ситуация, но, как уже было сказано, из-за того, что в последней атаке используется валидная ISPath, она ее обнаружить и отфильтровать не может. Хоть и может ограничить направления, в которых эта атака может быть послана. И если мы вспомним, у префиксного фильтра были те же самые покрытия по хайджекам, которые она может обнаружить. В чем же разница? Разница в том, что ASPA добавляет новую гранулярность. А именно, если даже атака случилась в вашем кастомер-коне, то мы сможем обнаружить ее. Потому что у атакующего должен быть прямой маршрут до вашего таргета. И поэтому ASPA добавляет некоторую гибкость всему этому. Тем более у нас нет дополнительных проблем с эсетами, которые были сказаны. И на самом деле они используют немного различную философию. А именно в рамках RPKI вы подписываете свои объекты, чтобы они не могли использоваться кем-то еще, и чтобы ваши маршруты не могли быть атакованы. А в случае префикс-виделист вы подписываете свои объекты, чтобы пройти фильтр, который установлен каким-нибудь из вышестоящих операторов. Итого, в принципе, мы рассмотрели большую часть методов, которые связаны с тем, чтобы предотвратить плохие маршруты. И, как уже было сказано, они направлены ровно на то, чтобы помочь каким-то из крупных операторов отфильтровать эти маршруты как можно ближе к источнику. Но проблема в том, что не все делают фильтры, не все подписывают свою информацию. И поэтому в любом случае бывают ситуации, когда ваш трафик пытается перенаправиться. И поэтому возникает вопрос, а что можно сделать в таких ситуациях, а точнее, как такие случаи хотя бы просто найти. Понятно, что можно смотреть на количество трафика, на определенный префикс, который к вам приходит, и подходить все это с позиции нетворкинга внутреннего. И то есть если ваша внутренняя метрика падает, то, скорее всего, произошло что-то не так. Но как это сделать более правильно и более проще? Во-первых, понятно, что вроде бы атаки на ваше подпространство при помощи сапрефиксов для атакующих гораздо более интересно, потому что они могут получить весь трафик сразу. И им нужно найти маршрут, на котором никто из операторов не фильтрует. И тогда они в выигрыше. Проблема в том, что вы, как оператор, скорее всего, знаете, какие префиксы вы анонсируете. Если вы воспользуетесь открытыми источниками типа RightPris, RightView, PocketClearingHouse и тому подобное, и объедините эти две информации у себя, то вы можете обнаружить, что какой-то из ваших префиксов был нарушен. И вы внутри себя знаете, что вы это не анонсировали. И поэтому довольно-таки задешево можно обнаруживать атаки подобного типа практически в реал-тайме. У исследователей есть другая проблема. Они не знают первого пункта. Они не знают префиксов, которые к вам принадлежат. И поэтому им приходится всячески извращаться. Но вы, как оператор, в принципе, можете сделать это довольно-таки легко. Но переходим опять же к более интересному. Мы обнаружили, что ваше адресное пространство используется кем-то другим. Как найти того, кто это адресное пространство присваивает себе? Потому что, как уже было сказано, айспас он может подменять. Но так как он находится во всех айспасах, если мы возьмем всю эту совокупность и посмотрим, какие автономки в них появляются, то по идее мы можем найти самого атакующего. И за некоторым исключением эта методология действительно работает. Проблема возникает в случаях, когда эта критическая точка является действительно валидной и используется в каком-нибудь регионе. То есть у нас есть, например, какой-нибудь крупностоящий транзит, который является единственным выходом за границу. И, естественно, все маршруты данного региона будут проходить через него валидные или невалидные. И просто такие случаи нужно рассматривать немножечко отдельно. Но по большей части этой метрики вполне достаточно, чтобы найти атакующего в этом случае. Помимо всего прочего, опять же, в качестве критической точки будет выступать транзит для стабов, что понятно. И, в принципе, все они отфильтровываются. Но проблема в том, что если атакующий будет знать, что мы используем данную методологию для его нахождения, он может ее попытаться обойти. Да, это для него гораздо тяжелее. И, в принципе, никто это не мониторит, поэтому он по этой дороге не пойдет. Но, в принципе, у него такая возможность существует. Окей, мы узнали, что наш адресное пространство атакуется. Мы попытались сделать все превентивные меры, которые возможны. Как можно попытаться вернуть трафик себе? Во-первых, если вы узнали все-таки атакующего, можно написать письмо либо ему, либо вышестоящему провайдеру с просьбой его отключения. Но проблема в том, что это долго. И если ваш бизнес не может простраивать день-два, и вам нужна реакция более-менее быстро, то, во-первых, вы можете, по крайней мере, скатиться до ситуации, когда вы проанонсируете ваш мост специфик префикс, а точнее наиболее валидный, который вам доступен. И в случае эквакуальных конфликтов у вас будет выигрывать тот, кто имеет наилучший коннективити. И чем для вас эта ситуация лучше? Это то, что атакующему, чтобы пройти все фильтры, нужно делать довольно-таки длинный айспас. И поэтому, если вы напрямую подключены к Тайрванам, АИКСам и так далее, то большая часть ваших клиентов… Ситуация для вас хороша тем, что если атакующий хочет обойти все фильтры, то он сможет тянуть на себя лишь малую долю трафик. Но проблема в том, что если вы, опять же, используете для своих операционных целей саб-префикса и из-за этого подписываете max-lens длиннее, чем ваш префикс-lens, то вы должны быть готовы на то, чтобы оперативно отреагировать на любой факт атаки. И если вы готовы, то, в принципе, да, очень простым методом, а именно анонсом мост-специфика, вы можете вернуть большую часть трафика сразу. Но, опять же, нужно немного подготовиться и либо подключиться напрямую к Тайрвану, либо делегировать это к какому-нибудь облаку, либо контент-деливери, либо кому-нибудь еще. Ну, тем людям, которые имеют хорошую связанность и, в принципе, готовы вам оказывать данные услуги. И, возвращаясь к исходному вопросу данной презентации, в принципе, к большей части из перечисленных выше атак мы готовы. Мы готовы их мониторить, и операторы, в принципе, готовы, могут мониторить их сами. И если они будут реагировать на них довольно-таки активно, то, в принципе, для них никаких проблем и не будет. Но в большей части ситуации, пока SPAC все еще не принято, вам не избежать битвы по длине АСПАСа, и нужно просто заранее позаботиться о своей connectivity внутри. и все эти методы могут быть использованы даже без знания того, где находится атакующий. Потому что описанная методология по его нахождению с крит-точками, она может быть… атакующий может ее обойти, и поэтому только на нее полагаться нельзя. Но, в принципе, даже если вы не узнали, кто является атакующим, вы можете вернуть весь ваш трафик, если вы увидели, что да, вы подвержены атаке. В принципе, это все, что я хотел рассказать в рамках первой презентации, если у вас есть какие-то вопросы. Сказали, что практически невозможно выявить в том случае, если трафик идет через кого-то другого. Ну, латентность ваша изменится. То есть, если вы мониторите латентность, то вы заметите. Скорее всего. Я сказал, что если я пытаюсь осуществлять мониторинг этой проблемы внутри сети, вы можете увидеть, что есть проблемы в сети. То есть, да, там будет какая-то метрика, допустим, латентность и так далее. Но если вы анализируете BGP-рауты, которые доступны через различные коллекторы, это будет гораздо легче для вас сделать. Если это более простая атака, а большинство атак, по большому счету, являются достаточно простыми с точки зрения их нахождения и понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok